Расширить больницу планировалось еще в советское время. Первое здание было построено в 1950 году и тогда же уже было ясно, что с обслуживанием растущего района оно не справляется. Подготовили проект и начали строительство, которое было заморожено в годы перестройки. На последнем заседании облдумы зампред регионального правительства Роман Петряев заявил, новый корпус достраиваться не будет. В региональном отделении КПРФ считают, что если бы у руководства региона была бы сильная воля, то деньги для завершения строительства корпуса и на покупку оборудования смогли бы найти. Сейчас, посмотрите, микрорайон Бриокский, Московский, они растут, растут в геометрической прогрессии, строятся дома, соответственно, людям нужно будет идти в поликлиники, в больницы. Вот как раз вот эта больница недостроенная, она могла бы стать как раз плацдармом для того, чтобы люди приходили туда лечиться. Вот об этом нужно думать. Пока территория больницы оставалась открытой для доступа, в здании недостроенного корпуса часто видели школьников и любителей заброшенных мест. В 2014 году прошлый губернатор поручил провести комиссионное обследование объекта и принять решение о его дальнейшем использовании. В 2016 году недостроенный корпус даже хотели продать за 25 миллионов, но желающих приобрести его так и не нашлось. Жители микрорайона Бриокский до сих пор надеются, что новый корпус достроят. Старое здание не всегда справляется с потоком пациентов. Вот у меня муж стоял в очереди, чтобы попасть на реабилитацию. Так что многие стоят в очереди, не хватает места. Мест очень мало. Корпус, конечно, ломать разве можно такие вещи? Ни в коем случае. Мы здесь проживаем с 1966 года. Она востребованная. Микрорайон такой, но уже давнишний, как бы давно живем. Я считаю, надо. По словам лидера рязанских коммунистов Дениса Сидорова, в стране сложной демографической ситуации. Порядка миллиона человек умирают ежегодно. Поэтому необходимо делать все возможное, чтобы поднять уровень качества услуг, оказываемых здравоохранением. Однако вместо того, чтобы достроить корпус пятой больницы, его решили снести. В феврале этого года стало известно, что на эти цели даже выделили средства из бюджета 2,5 миллиона рублей. Сможет быть там снести крыжу, если она там в бюджетном состоянии. Но найти финансирование. Я не думаю, что там все этажи и фундамент все вышли из строя. Нет, конечно же. Нужно лучше вложиться вот в это сейчас и пожинать плоды демографических успехов впоследствии.